Добрый день! Давно хотел попробовать свои силы в судомоделизме. Модели различных парусных судов привлекали мое внимание еще, наверное, с детского сада. 100%. И вот настал тот час и настала та минута. Будем пробовать. В первую очередь подготовил шаблоны, целую кучу шаблонов. Что удивительно, казалось бы, сейчас в сети интернет можно найти все, что угодно. А вот и не всегда, я вам скажу. Мне пришлось самостоятельно подготовить рисунки, ибо ничего путнего в сети найти мне не удалось. Но на выручку пришли советские журналы по моделизму. Выбор пал на книгу, книженцию, книжище, я бы даже сказал. Юный моделист, кораблестроитель. Итак, вырезаю шаблоны. Для того, чтобы не запутаться, в последующем будущем, когда я буду собирать все в единое целое, каждый шаблон пронумерован. Подготовил фанеру. Хотя, слово подготовка здесь не совсем уместно, это даже громко сказано. Просто нарезал фанеру на небольшие отрезки. Склеиваю отрезки между собой, для чего использую тонкий двусторонний скотч. Это необходимо мне для того, чтобы после резки получились две одинаковые детали. Абсолютно одинаковые. Кроме этого, подготавливаю продольную часть корпуса. Примерное очертание формы будущей перевожу с помощью копировального листа. Что интересно, я думал, такие листы уже не продаются. Все продается. Полно копирок продажи. Полным-полно. Да, вот еще что. Для того, чтобы минимизировать вероятность сколов фанеры, обклеиваю ее скотчем. Ни в коем случае не спешу и сразу не разделяю две половинки друг от друга. Все дело в том, что в склеенном виде гораздо удобнее производить шлифовку. Саму же шлифовку я произвожу наждачкой 80 номера. О, какую ножовку раздобыл. Советская ручная пила. Я думаю, что сюда можно и даже отрезки ножовочного полотна по металлу устанавливать 100%. Ну, поскольку оригинального не найти сейчас в продаже полотна. При кажущейся неуклюжести штука очень удобная, я вам скажу. Я уже пробовал. Ну и пробую. Просто решил поделиться впечатлением. Нарезаю 16 планок. С их помощью будут закрепляться шпангоуты. Если что, шпангоут это ребро корпуса судна, которому крепится обшивка по следующим. Естественно, конструевина может быть и иной. Но я делаю все по своему личному усмотрению. Так интересней. Приклеиваю планки к несущему элементу. Приклеиваю с одной стороны и, соответственно, с противоположной. Клей 505 с самодельной пипеткой. Пипетка эта сделана из ушной палочки. Обязательно, тщательно и с вниманием пропитываю все стыки. Для надежности это нужно. Клей очень текуч и 100% проникнет во все щели. Даже, казалось бы, невидимые. Поразмыслив, я понял, что крепления в виде суперклея недостаточно. И решил все это дело усилить. Насверлил ряд отверстий в каждой планочке. И установил эти самые шканты с использованием клея ПВА. Когда все высохнет, это будет вечный крепеж. Приклеиваю половины шпангоутов. Для того, чтобы ровно спозиционировать детали в одной плоскости, я использую рейку. Опять же, для жесткости, надежности и долговечности промазываю стыки жидкими гвоздями и клеем ПВА. Приклеиваю стыки жидкими гвоздями и клеем ПВА. Собственно, готово. Положилась конструкция следующего вида. Конечно, этот самый вид не очень презентабельный. Но это временно. Это временно. Не сложно догадаться, что следующим этапом будет обшивка самого корпуса. Думаю, видео об этом выйдет дня через 2-3, но обещать не буду. На всякий случай, пока что обещать не буду. Буду стараться. Вот так. Друзья, еще немного вашего времени. Хочу порекомендовать вам канал моего товарища по ютубу. Хорошего товарища. Канал называется УМАКСА. Зайдите, гляньте. Готов поспорить. Многие найдут на канале что-нибудь для себя интересное. Просто веселый канал. Я вам так скажу. Ссылка будет в описании на всякий случай. Ну, а я вам говорю до свидания. Как всегда, но посоран. Пока. Продолжение следует.